На 6-й Всемирный Конгресс приехало немало молодых соотечественников, проживающих за рубежом. В последнее время юное поколение активно участвует в деятельности координационных советов и организует свои мероприятия, направленные на объединение русскоязычной молодежи. Члены Всемирного Конгресса подчеркнули, что такую инициативность необходимо поощрять. Важным направлением деятельности ВКС стала линия на повышение роли молодежи в жизни российских и зарубежных общин. Ежегодно в Москве, регионах и за рубежом проводятся всемирные, региональные и тематические конференции молодых соотечественников. Эти крупные международные форумы вызывают у молодежи большой интерес и собирают делегатов из десятков стран ближнего и дальнего зарубежья. Секция, посвященная роли молодежи в консолидации русскоязычной общины, вызвала, пожалуй, самый горячий интерес среди участников. Дискутировали о новых формах и направлениях молодежных инициатив, о том, как развивать международную сеть молодых соотечественников, о необходимости продвигать спортивные, культурные и образовательные мероприятия, объединяющие юное поколение. Одна из важных рекомендаций – это рекомендовать правительственной комиссии и Всемирному конституционному совету расширить практику проведения мероприятий о молодых соотечественниках в России. В резолюции, которую приняли участники Всемирного конгресса, отдельно отмечено, что это могут быть юношеские фестивали, слеты, учебно-образовательные поездки по историческим местам России. Такая практика существует и сейчас, в том числе их проводят и на региональном уровне. Так, власти Ямало-Ненецкого автономного округа уже много лет работают с подрастающим поколением соотечественников. Каждое лето в Болгарии проходит международная смена, где отдыхают вместе школьники с Ямала и русскоязычные дети, живущие в других странах. Ребята знакомятся между собой, и им через 10 лет или через 5 лет будет намного легче, когда они закончат уже высшее учебное заведение. Не важно что. Они уже познакомились, когда они были очень юными, молодыми. Тогда вот впечатления, какие-то совместные проекты у них там были в Китане, море там. Но вот эта дружба для нас очень ценна. Потому что когда им будет по 30 лет, они просто могут списаться, договориться, где встретиться. И тот же бизнес пойдет гораздо проще, им не нужно будет друг друга уже проверять. Потому что вот эти юношеские впечатления, они очень сильные. Такие же международные смены организуют и в знаменитом Артеке. Молодежь проводит вместе свободное время, участвует в спортивных, культурных и образовательных проектах. Алиса Климантович, Павел Чуков и Юлия Глазкова. Новости Большой Азии. Редактор субтитров А.Семкин